Всем привет, дорогие друзья! С вами связи канал EasySculping. Итак, сегодня мне попался проектик, интересный, под названием Kinza Finance. Это своего рода лендинговый протокол, но который у нас под бейкерами, под бинансом. Скорее всего, будут и листинги их токена на бинансе. Почему bot token? Сейчас вам подробнее все расскажу. Прежде всего, что такое лендинг протокол, я думаю, многим объяснять не надо. Здесь нам нужно будет это все дело по обузе, то есть вам нужна будет любая монета из данного перечня, либо в сети, как вы можете заметить, либо в BSK сети, либо в HL2 решении о по BNB. Ну, я как бы в основной BSK сети это делал и делал с USDC монеткой. В чем суть? Вам понадобится для обуза абсолютно любая сумма, но я закидывал лично там 50 долларов. Можно потом еще докину полтос, ну, чтобы 100 долларов тут было золочено. И чтобы получать поинты, что и зачем это нужно. Смотрите, раньше здесь была вкладка Edge Feralds, но здесь они прям уже отчетливо пишут вкладочку AirDrop. Вот она здесь. И тут, смотрите, вы будете получать... Вот я уже тут пару аккаунтов загнал по своей ревке. Все это идет суммарно. Я уже получил 10 поинтов за пару дней. В чем суть? За каждую золоченную сотню долларов, то есть за 100 USDC, вы ежедневно будете получать 1 поинт. Но в чем суть? Тут еще есть, например, вот реферальная ссылка моя. Я ее оставлю. Они это делают для раннего развития. То есть, когда вы подключаетесь по чьей-то реферальной ссылке, то мне будет капать 10% сверху дохода и вам еще 10%. То есть, они делают своего рода вот такую win-win систему. То есть, вот, будет этот код, тут нужно будет его ввести. Когда заходите в AirDrop, тут будет поле вводить. Все это введете. Я думаю, по поводу рефералки, ну, здесь прикольно сделано. То есть, можете даже свои мульты так прогнать. То есть, быть может, интереснее не один аккаунт вам загнать условно на 100 долларов. Можете 10 аккаунтов по 10 долларов. Но я бы не заморачивался, я бы все под один, наверное, загнал. Это не тот проект, где можно супермультить. Будет какой-либо бейс-ревард. Я думаю, все-таки тут будут вот эти поинты решать. В чем суть? Быстренько пройдусь и в конце объясню, что я как делал. Смотрите, по поводу аналитики у них здесь на сайте нажимаете вкладка «Анализ». И вас перекинет на дюну. Здесь все, вы можете посмотреть, сколько тут бору, соплая. Сделали это не столь важно. Кстати, ТВЛ данного проекта пока что уже 14 миллионов. Довольно-таки неплохой. Если перейти в дюну, то у них, внимание, 26 тысяч уникальных пользователей. Ну, если мы сравним с заказинком, с Таркнетом, там, Л0, ну, это просто пыль. Плюс я заходил там на Дебанк Дефигена. Я думаю, все знают, кто это такой. И он тоже там на нормальную котлету заобузил данный проект. Покажу дальше, как обузит. Смотрите, здесь по поводу токеномики выделяется 5% на airdrop. Я думаю, это не такая уж и маленькая будет сумма с учетом пользователей. То есть, сейчас там люди прям радуются, если выделяют такие крупные airdropы проекта, как ExecSync, Старкнет, если выйдут с 10% дропом. Понимаю, что там капитализация будет побольше. Но, опять же, за счет того, что тут как бы у нас бейкеры. Binance, это не самый лучший фонд, да, то есть не тот же Paradigm, там, Electric Capital, Drivenfly и тому подобное. Есть намного более крутые фонды для выдачи дропов. Ну, Binance, я думаю, пойдет, потому что, как минимум, это все может выйти через Launchpool. Все это красиво сделается. По поводу токеномики понятно. Здесь вестинги, где 5% выделяется на airdrop. Тут прям указано у них и в медиуме, и в документации можно прочитать, что на TGE 5% будет выделено. За рефералочку тут Win-Win дают 10% тебе и 10% рефералу. За каждое вот 100 золоченное долларов ТВЛ генерируется в день 1 поинт. Снимок проводится каждый день в 0.0 по UTC времени. Вот оно у нас. По поводу баллов разобрались. То есть, еще раз напоминаю, вы, например, закидываете 100 долларов, и вам падает 1 поинт ежедневно. Но в чем суть? У меня за 3 дня накапало больше 10 поинтов. И как это сделать? Самое интересное. Смотрите. Вот я закинул 50 долларов. Однако у меня пишет, что в supply, то есть сколько я пополнил, 180 долларов. И в borrow 130. Те, кто шарит, я думаю, заметят. То есть, я не знаю, оно вроде как вместе суммируется. То есть, условно, 184 и 134, оно мне 300 с чем-то долларов в сумме мой ТВЛ составляет, да? И получается, что мне там 3 с чем-то поинта в день падает. Ну, может, вот около 2. Короче, минимум x3, x4 к своему депозиту вы сделаете по лайфхаку. У вас, вот выбирайте, вот у меня просто тут уже есть монета, которую я засоплайл. То есть, это USDC. Вот ее здесь выбираете, нажимаете supply или любую другую монету, неважно. Вот у меня здесь Available, например, 9. Выбираем, ну, чтобы она была ровненько. 9. Сначала мы делаем Approve монеты и потом уже делаем само пополнение. Я думаю, все шарят, как это работает. Давайте Approve нашу транзакцию. Тем более, если вы используете Anchor сеть, я думаю, все шарят, что можно комиссии чуть уменьшить. Кстати, вот еще плюс использовать, например, Oppo BNB, а не BNB сеть. Потому что вот эти вот все Approve и Supply съедают там по 10 центов, условно 15. В Oppo BNB все-таки немножко поменьше комиссии. Так, Approve прошел. И давайте сделаем Supply теперь. Мы пополняем, напоминаю, ну, вот почти на 10 USDC. Все, окей, пополнили. Можно теперь переместиться вот в это поле. Оно у вас вот так же вот отобразится. И теперь мы переходим во вкладочку Borrow, нас интересует. И давайте нажмем Borrow, то есть одолжить. Вы в лендинг закидывали 10 долларов, и он теперь вам даст одолжить. Но одолжить он вам даст чуть-чуть поменьше. У меня это здесь 11 долларов, потому что я до этого уже как бы делал пополнение и не все одолжил. То есть, если вы закидываете 100 долларов, то в следующий раз оно вам даст одолжить, ну, к примеру, там, например, 80 с чем-то долларов. Я думаю, вы поняли. После того, как вы опять вот эти 80 или 70 долларов одалживаете из лендинга, что вы, как вы думаете, делаем? Правильно. Идем обратно в нашу вот эту вот левую графу, и мы с вами уже будем делать обратно Supply. То есть, поняли, в чем суть? Вот у меня Available 11, и опять же делаем Supply. И вы вот этот вот круг постоянно крутите, крутите, крутите. Но в чем суть? Есть здесь некое такое ограничение. Это ваш Health Factor, то есть, ваше как бы здоровье, чтобы вас не ликвидировало. На StableCoin оно не так сильно распространяется, кстати. Это больше, как говорится, привязка идет к эфиру, например, BNB, к волатильным монетам. Вот ваш Health Factor. И нельзя, чтобы он падал меньше единицы. То есть, 1.13. Я думаю, короче, это норма. Короче, это, я думаю, вы поняли, да? Если вы очень много одалживаете, делаете Supply, ваш депозит съедается, и ваш Health Factor падает. Но StableCoin, он стабильный. Я думаю, все поняли. И поэтому все окей здесь. Я думаю, вы поняли. Далее, мы с вами только что сделали Supply обратно. И теперь вы снова можете сделать Borrow. В прошлый раз, вот, я сделал Borrow 11 долларов, уже 8 долларов. То же самое, заходим, 8 долларов одалживаем. Переходим опять в Supply, в левую часть. И точно так же закидываем опять в лендинг. В следующий раз вам уже даст одолжить 5 долларов. В моем случае я на 10 показываю, так как у меня уже там задепозитина. И вот так вот мы это все дело будем. То есть я закидывал в сумме 60, да, 60 USDC. Здесь у меня бланс 205, здесь 150. То есть ориентировочно, я думаю, у меня 3,5 поинта в день будет падать. Поэтому темка прикольная. Закидывается, сколько не жалко, ну там 50-100 долларов. Ежедневно поинты капут. Сразу же вот так вот накручиваем себе актив. И заходим во вкладку AirDrop там. И можете проверять свои поинты. Я думаю, данный проект очень хорошо нам насыпит. Опять же, проект вообще не зашиленный. Довольно-таки неплохой. Поэтому все необходимые ссылочки будут, как всегда, в описании под данным видео.